Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дельневосточника. Почти каждая девушка тестирует своего парня или своего ухажера при знакомстве. Разумеется, это не тот тест, когда он дает тебе прорешать какие-то вопросы с вариантами ответов. Конечно, нет. Она пропускает твой образ через призму своей женской интуиции, оценивая тебя как потенциального партнера и мужчину в целом. Вот что ты должен знать о тестировании тебя. Послушай это и запомни, потому что это может тебе пригодиться. Но перед этим, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что я стараюсь для вас. Итак, помни, что тебя постоянно тестируют. Хотя на самом деле это не так плохо. Ведь если девушка внимательно изучает тебя на свидании, то по всей видимости ты понравился и она рассматривает тебя как потенциального партнера. Помни, что она тестирует всех. Даже если ты кажешься ей очень интересным, то она должна изучить тебя, чтобы удостовериться в своей правоте. И еще один признак теста, это то, что она расспрашивает тебя о прошлом. Например, одним из явных признаков, что тебя проверяют, являются настойчивые вопросы о твоих прошлых романах. Ей важно знать, как заканчивались твои предыдущие отношения и какова в этом твоя роль. Почему предыдущая девушка ушла от тебя? Либо наоборот, почему ушел ты? Не стоит говорить, что у каждой девушки и женщины свои параметры оценки. Где они того нахватались? Да много где. Кто-то в журналах, кто-то в тиктоке, кто-то от подруг, кто-то от мамы, кто-то в сериалах. Поэтому здесь под всех не подгадаешь. Иногда для своего женского теста она будет тебя провоцировать. Это само по себе уже является огромным испытанием. Она специально раздвигает границы вашего общения, чтобы увидеть твою реакцию в разных ситуациях. Провоцируя тебя, девушка будет смотреть, готов ли ты отстаивать свои интересы и свои цели, или наоборот, готов прогибаться перед каждой встречной женщиной. Кроме того, тестом является то, что она спрашивает тебя о твоих целях. Конечно, вопросы о целях и мечтах на первом свидании могут показаться банальным. Но ей важно знать, кем ты видишь себя через несколько лет, узнать о твоих планах и амбициях. Конечно, можно наплести все, что угодно. Но если ты девушке нравишься, и она хотя бы немного продумывает ваше дальнейшее общение, то, возможно, она будет интересоваться твоими планами. Кроме того, тестом является то, что она ознакомит тебя со своими подругами или родителями. Это одна из самых серьезных проверок. Если она готова познакомить тебя с подругами, то значит, она готова впустить тебя в свою жизнь. Ты должен быть готов к тому, что ее подруги будут задавать тебе много вопросов, как-то провоцировать тебя и, скорее всего, будут пытаться расстроить ваши отношения. Кроме того, она во время вашего свидания и просто общения обращает внимание на то, на кого ты смотришь и как смотрят на тебя. Допустим, вы сидите в кафе. К вам подошла молодая красивая официантка. И, может быть, ты стал на нее пялиться или нет? Может быть, она стала тебе улыбаться? Если девушка улыбается тебе, другая, то у твоей вызывается некая ревность. А если ты пялишься на всех подряд, то наоборот, она видит, что тебе не хватает, что у тебя есть дефицит, а, следовательно, ты не очень привлекательный партнер. То есть, вывод можно сделать такой. Пусть лучше на тебя смотрят другие девушки, чем ты будешь пялиться на других. Кроме того, разумеется, оцениваются и твои манеры. Оценивается твой внешний вид, оценивается запах и прочие вещи. Об этом и говорить не стоит. Конечно, идеальных людей не существует, и вполне вероятно, что ее тесты, в кавычках, вызваны какими-то ее загонами и воспитанием и прочими вещами, до которых тебе нет никакого дела. Поэтому самый последний совет. Четко осознавай свои личные цели и не заморачивайся на этих тестах. Не нужно пытаться под кого-то подстроиться. Самое жалкое, что я наблюдал, это когда парень очень много понтуется, рассказывает, какой он четкий пацанчик, какой он там полубандит. Но через минуту общения он готов перестроить все свои планы, подорваться, поехать в любую часть города, в любое время, на любых условиях. Я думаю, что если вы смотрите мои ролики, то вы видели мой эксперимент, когда даже к пожилой женщине подкатывали молодые, в кавычках, альфа-санцы и были готовы унижаться ради доступа к ней. Такие дела, друзья. Спасибо за внимание, спасибо, что выслушали. Поддержите ролик лайком, подпишитесь на канал. Если вы не согласны со мной, напишите об этом в комментариях. Давайте дискутировать и обсуждать. С вами был блог Дальневосточника. До скорых встреч. Пока.